Генеральный спонсор службы новостей город сеть аптек аптека для бережливых Здравствуйте в эфире первого городского служба новостей город в студии Максим Новиков Я и мои коллеги расскажем о главных событиях вторника 4 сентября смотрите сегодня в эфире Без крыши над головой могут остаться сотни студентов БФУ Минниканта А в одном из общежитий университета не успели доделать ремонт к началу учебного года Натали Турс остановил операторскую деятельность, об этом сообщают федеральные СМИ Смогли ли вернуть деньги те, кто остался без долгожданного отпуска В Калининграде заправил машину на 65 литров и не заплатил по сообщению УМВД Чтобы совершить это водитель даже установил на автомобиль чужие номерные знаки Добраться до стадиона будет проще В эту субботу до арены Калининград будут курсировать шаттлы Корреспонденты первого городского продолжают следить за новостями в интернете Что на этот раз комментировали пользователи в сети И главная тема дня Без крыши над головой остались сотни студентов БФУ Минниканта Об этом к нам в редакцию сообщили сами учащиеся По их словам, заехать в общежитие они не смогли из-за ремонта Который продлится там еще в ближайшие полгода В невростой ситуации разбиралась наша съемочная группа Партнер рубрики тема дня АСК Крокус В общежитие на улице Чайковского студенты должны были заехать еще 1 сентября Сделать им это не позволил ремонт Который планировали завершить этим летом Но рабочие находятся здесь и по сей день Похожая ситуация сложилась в университете и в прошлом году Студент второго курса юридического факультета паркев Сандросян вспоминает Ему пришлось ждать место почти до нового года Мы ходили постоянно в департамент по работе со студентами Нам говорили придите на следующей неделе, на следующей неделе Вот мы приходили и настала наша очередь Нам дали общежитие До этого я ехал от бабушки примерно 50 километров каждый день Туда и обратно Да, было неудобно Приходилось вставать в 5 утра Приезжал поздно вечером Но зато потом дали общежитие, как и говорили А вот Анастасии Муратовой повезло меньше места в общежитии Ей не дали даже спустя год Я поступала по квоте, я иностранный гражданин Направлен в Министерство образования Российской Федерации На первом курсе обещали В течение первого курса ходила, просила Говорили то, что так как чемпионат мира Возможно не будет места, так как переселяют всех Хорошо, я думаю Объяснили то, что нужно будет подать Ближе к сентябрю Написала, подала заявление уже ближе к сентябрю В августе, 6 августа, как сейчас помню написала Ждала себя в списках поселевших не обнаружено Как утверждают в университете В этом году ситуация осложняется еще и тем Что среди поступивших оказалось как никогда Много иногородних студентов Около 40% Всем им поддержку оказывает студенческий совет Мы же со своей стороны, как студенты Помогаем другим студентам В помощи В поиске жилья, где можно снять Размещаем какие-то объявления Возможно, есть такие студенты, которые, а они есть Которые готовы принять к себе в комнату дополнительных студентов Друзей на проживание Обо всем об этом мы информируем студентов Как утверждают в университете Всему виной прошедший чемпионат мира по футболу Из-за которого ремонт пришлось затянуть Когда студенты были задействованы для чемпионата мира На поселение сотрудников запасности и волонтеров Мы их могли поставить под ремонт только в конце лета И, естественно, до начала учебного года они не были введены Из-за этого у нас число доступных мест сократилось на 200 И вот сложилась такая ситуация Уже договорились с рядом общелюсти и хостелов О том, что ребята будут подселяться туда И университет будет частично компенсировать Затраты проживания И затраты на проезд до места учебы Если дальность более 60 км от Калининграда Чтобы избежать нехватки мест в общежитии В этом году БФУ планирует начать строительство одного из пяти новых корпусов В них студенты смогут заехать уже в начале следующего учебного года Тем же, кто получил места в общежитии Ночековского Пока придется справляться самостоятельно Ремонт там закончится только в конце декабря Анастасия Соколова, Анна Подгорняк, служба новостей город И к другим темам Компания Натали Турс остановила операторскую деятельность Об этом сегодня сообщили известия По их данным, из федерального реестра туроператоров Накануне были исключены три фирмы, работавшие под одним брендом А это Панорама Тур, агентство путешествий Натали И туроператор Натали Турс Напомним, в июле туроператор аннулировал все пакеты до конца сентября Объяснив это финансовыми проблемами Тогда тысячи россиян остались без отдыха и денег Среди них и калининградка Инга Богушевич Она планировала поехать в Испанию 16 июля Воспользовалась услугами турфирмы, которая сотрудничала с Натали Турс И совершенно случайно узнала, что компания обанкротилась Сейчас девушка рассказывает, что несмотря на то, что прошло уже два месяца Деньги за путевку ей до сих пор не вернули С нами абсолютно никто не связывался Деньги нам, естественно, никакие не вернули И нам ничего не оставалось, кроме как обратиться в суд По данному вопросу мы подали исковое заявление И 26 сентября у нас должно состояться первое заседание суда По неподтвержденным данным, сейчас за свои деньги борются около 200 калининградцев И более 10 тысяч клиентов фирмы по всей России А теперь приятная новость для болельщиков Калининградской Балтики В эту субботу, 8 сентября, до стадиона Калининград будут организованы шаттлы Это связано с тем, что в этот день на арене стартует чемпионат мира по фейерверкам Из-за чего на парковку будут пускать только автомобили со специальным пропуском Который могут получить только владельцы клубных карт в офисе Балтики 6 и 7 сентября Воспользоваться же шаттлом сможет любой болельщик Так автобусы будут отправляться с остановки Родина-Мать и с Южного вокзала с 12 часов Они же доставят зрителей в центр города и после окончания матча Стоимость проезда 20 рублей Напомним, в эту субботу Калининградская Балтика встретится с Воронежским факелом Начало игры ровно в 15.00 Стоимость билета от 200 рублей Возле форта номер 5 появится новая брусчатка По данным сайта госзакупок, булыжник обновят как возле самого форта, так и внутри него На это власти готовы потратить около 500 миллионов рублей О других новостях города и области расскажем далее короткой строкой Внимание автомобилистов! С 10 сентября по 10 октября в Калининграде перекроют часть улицы Пионерской По сообщению Пресс-службы городской администрации, проезд закроют на участке от 52 до 58 дома Об ограничении будут предупреждать соответствующие дорожные знаки и ограждения И приятная новость для путешественников Первый авиарейс из Калининграда в Пермь отправится 27 сентября Как сообщают федеральные СМИ, продажа билетов начнется уже на этой неделе В Пермь из нашего города можно будет улететь по четвергам и воскресеньям Время в пути составит 3,5 часа Стоимость билета 5640 рублей в одну сторону Стало известно, когда заработает новая школа на Оксакова По данным Пресс-службы регионального правительства, свои двери она откроет 1 сентября 2019 года Школа рассчитана на 1700 мест в одну смену Также там будут работать дошкольные группы Что, по мнению властей, частично решит вопрос с нехваткой мест в садах На Балтийской косе готовятся к субботнику Как сообщается на странице Парково-музейного комплекса Участникам предстоит убрать территорию от мусора, который оставляют на косе отдыхающие Все, кто хочет принять участие в субботнике, ждут 8 сентября в 9.30 на набережной Петра Великого в Балтийске В эфир Первого городского возвращается нашумевший проект «Я топ-модель» Месяца съемок, занятий с визажистами, обучение у гуру модельного бизнеса Все это предстоит 12 участникам, успешно прошедшим кастинг А еще уроки по стилю, йоге и занятия по актерскому мастерству Которые помогут психологически, морально и даже физически подготовить будущих моделей к любым трудностям Записаться на кастинг для исполнения вашей заветной мечты можно по телефону 555 085 Проследить весь процесс появления на жизнь животных теперь можно в Калининградском зоопарке Там стартовал проект под необычным названием «Абова», что в переводе означает «от яйца» В так называемом эксперименте участвуют рыбы, млекопитающие, земноводные и даже динозавры В Доме птиц теперь на одну зону стало больше Именно благодаря ей посетители могут наблюдать за ростом и образом жизни цыплят и утят Весь маршрут, он очень интерактивный Можно будет не только читать стенды и рассматривать картинки Можно вживую посмотреть птенцов, которые только что вылупились Помимо этого в инкубаторе живут цыплята, с рождения которых прошло только 24 часа После того, как они подрастают, их направляют в курятник, где снова цикл повторяется Мы сделали эту экспозицию специально для детей и для их родителей Они могут приходить сюда каждый день и, воспользовавшись нашим буклетом по квестам, яичным квестам Искать дом для маленького яичка, который потерялся Они узнают на этом маршруте очень-очень много нового И о птицах, и о насекомых, и даже-даже о динозаврах Кстати, с сегодняшнего дня Калининградский зоопарк меняет режим работы Теперь его двери будут открыты с 9 утра до 7 часов вечера Время работы КАЗ также изменилось Приобрести билеты можно будет до 6 часов вечера Смотрите во второй части нашего выпуска Калининградец заправил машину на 65 литров и не заплатил по сообщению МВД Чтобы совершить это, водитель даже установил на автомобиль чужие номерные знаки Сборная России по футболу поздравила Станислава Черчесова с днем рождения Для этого спортсмена надели знаменитые уси надежды Корреспонденты Первого городского продолжают следить за новостями в интернете Что на этот раз комментировали пользователи в сети Эти и другие новости сразу после короткой рекламы В эфире служба новостей город и мы продолжаем Под Черняховском микроавтобус насмерть сбил пешехода Об этом сообщают экстренные службы По их данным, 35-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи Все обстоятельства аварии уточняются О других новостях с места происшествия смотрите далее 5 тонн нектаринов из Турции уничтожат в Калининградской области Сотрудники Россельхознадзора отобрали несколько плодов для лабораторных исследований В ходе чего во фруктах был обнаружен опасный вирус, из-за которого они преждевременно портятся Этими кадрами поделились очевидцы происшествия Инцидент произошел недалеко от Чкаловска в сторону поселка Холмогоровка Там КамАЗ съехал в Кювет По словам свидетелей происшествия, никто не пострадал В Калининграде задержали 23-летнего молодого человека Которого подозревают в похищении 65 литров бензина на заправке в Светлом По данным пресс-службы УМВД, парень установил на свой автомобиль Porsche Cayenne чужие номерные знаки После чего заправил полный бак, при этом не расплатившись Полиции удалось найти предполагаемого нарушителя В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» Также ему грозит до 4 лет лишения свободы А в Светлогорске автомобиль съехал в озеро Как сообщают в местной администрации, водитель машины потерял сознание И съехал через Калининградский проспект в водоем По данным экстренных служб, сейчас он находится в больнице В результате происшествия на этом участке дороги собралась пробка Банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры Об этом сообщают федеральные СМИ По их данным, это связано с участившимися случаями вброса фальшивок Из-за чего аппараты с устаревшими устройствами для проверки купюр и дали сбой По ним подтвержденным данным, в ближайшее время все неполадки будут устранены О других новостях из мира экономики и бизнеса расскажем далее Партнер бизнес-новостей – Калининградский правовой дом Цены на лекарства расти не будут, об этом сообщает Минздрав Специалисты пришли к такому выводу из опыта предыдущих нескольких лет По их данным, даже когда в стране был высокий уровень инфляции, цены на лекарства оставались прежними А значит, изменений не стоит ждать и в этом году Внимание пассажиров! Авиакомпания «Победа» увеличивает тариф на провоз багажа Об этом сообщает Аэрофлот Так, за 10 и меньше килограммов багажа пассажиру придется заплатить 777 рублей вместо прежних 500 При этом в компании сообщают, что сейчас 70% пассажиров «Победы» ограничиваются бесплатной ручной кладью К новостям мировым, каждая четвертая компания использует в своей работе искусственный интеллект По мнению специалистов, технология в ближайшие годы улучшит многие сферы бизнеса Например, поможет внедрить инновации, привлечь и удержать талантливых сотрудников Причем, более половины руководителей уверены, что благодаря современной технологии вырастет и зарплата сотрудников К новостям местным у калининградцев сбережений больше, чем у жителей многих регионов России По данным Росстата, больше всего на черный день отложено у москвичей, петербуржцев, жителей Новосибирска, Самарской и Калининградской области Россияне хранят в банках свыше половины своего среднегодового дохода А вот больше всего долгов по кредитам, по данным все того же Росстата, у жителей Калмыки, Чуваши, Иркутской области и Ханты-Мансийского автономного округа В регионе повторно объявили акцион на строительство онкологического центра Такая информация появилась на сайте Козакупок Напомним, центр планируется построить в Гуревском районе, выделив из бюджета более 4 миллиардов рублей Предполагается, что онк-центр будет введен в эксплуатацию не позднее 25 декабря 2020 года Партнер бизнес-новостей – Калининградский правовой дом Доллар США – 24 рубля 71 копейка, евро на 10 рублей дороже Такими курсы валют были ровно 10 лет назад Как они изменились спустя время, узнаем из официальных данных Центробанка Курсы валют на 5 сентября Доллар США – 68 рублей 27 копеек Евро – 79 рублей 2 копейки Польский злотый – 18 рублей 33 копейки Калининградская спортсменка выиграла золото юниорского чемпионата Европы по гребле Соревнования прошли в Белоруссии По сообщению сайта регионального правительства В них приняли участие более 250 представителей из 20 стран Вероника Войно выступала в составе сборной России По итогам двухкилометрового заезда спортсменки стали первыми Опередив представительность Чехии и Белоруссии Подробнее о других новостях из мира спорта в нашем следующем репортаже В Сезлогорске состоялся чемпионат по керлингу В нем приняли участие более 36 команд из разных стран Победителем стал российско-белорусский тандем На втором месте спортсмены из Москвы бронза досталась калининградцам В сети появились фотографии звезды российского футбола Александра Головина Который играл футбол во дворе со школьниками По словам очевидцев спортсмен иногда надевает старую тренировочную форму Бутсы и спускается, чтобы поиграть с местной детворой Сборная России по футболу перед тренировкой надела знаменитые усы надежды, чтобы поздравить Станислава Черчесова с днем рождения В качестве подарка игроки также преподнесли тренеру именную футболку с цифрами 55 на спине Клаудио Маркизио переезжает в Санкт-Петербург, чтобы выступать за футбольный клуб «Зенит» Но в сети набрала популярность не столько сама эта новость, сколько интерес вызвала его жена, которая переехала вместе с ним Красоту Роберт и Синополи оценили уже миллионы пользователей сети В интернете набирает популярность фото чучела грибнистого крокодила Экспонат появился в филиале Музея Мирового океана в Светлогорске До этого он принадлежал калининградской художнице-модельеру Тамаре Белецкой Кстати, этот вид крокодилов один из самых больших в мире Вес самцов может достигать до двух тонн Длина экспоната, который уже получил имя Гоша, почти 3 метра О том, какие еще новости обсуждают в сети, смотрите далее в нашей рубрике Спонсор рубрики «Социальные сети» компания «Профишинг-39» Антон Алиханов разместил в своем инстаграме видео, на котором показал новый променад в Светлогорске Мнения пользователей сети по поводу постройки разделились Одни высказались в пользу новой прогулочной зоны Другие, наоборот, считают, что таким образом в этом месте забрали часть пляжа Что, по их мнению, плохо А этого тюленя сняли на видео жители Зеленоградска Морской обитатель выбрался на берег, чтобы попозировать отдыхающим После чего, как рассказывают очевидцы, он вернулся в море Видео уже посмотрели 10 тысяч подписчиков 3 сентября стало для россиян новым праздником Благодаря одноименной песне Михаила Шафутинского Так, например, в Липецке установили большой календарь В котором каждый лист был отмечен 3 сентября А в Иркутске знаменитый певец Адам Гонтье на своем сольном концерте Исполнил несколько строчек главной песни прошедшего дня Это Лев Филя из Крыма Очень любит общение Он запрыгивает в автомобиле к туристам, чтобы получить немного ласки К слову, отдыхающие знают про его добрую натуру И совсем не пугаются таких встреч Кто хотел снять поближе? Может выйти? Нет, скажи, мы хотим Эти молодые люди из Таганрога отправились на рыбалку не на лодке, а на настоящем БТРе Видео сняли очевидцы Как парни ловили рыбу не сказано Видно лишь, что до места назначения они добирались с ветерком Спонсор рубрики «Социальные сети» – компания «Профишинг-39» Что еще хорошего и важного произошло сегодня у калининградцев, они расскажут сами в нашем традиционном опросе Партнер рубрики «Хорошие новости» – магазин «Семейная выгода» Радостный день, веселый, солнечный, все хорошо Хороших людей встречаем Я получил гражданство в Российской Федерации Мой груз дошел до Москвы успешно Приехали друзья, гости Мужа дождалась с моря Целый год ждала Я родила 4 месяца назад прекрасную малышку Хороший день, хорошее настроение Все, иду домой Домой Партнер рубрики «Хорошие новости» – магазин «Семейная выгода» И в завершение выпуска уже по традиции нас ждет прогноз погоды на завтра Спонсор прогноза погоды – стоматологическая клиника на вагоностроительной 10 В Калининграде 5 сентября плюс 24 – малооблачно 6 сентября плюс 23 – дождь 7 сентября 22 градуса тепла – малооблачно В Гданьске 5 сентября плюс 21 – ясно 6 сентября 21 градус тепла – ясно 7 сентября плюс 21 малооблачно. В Вильнюсе 5 сентября плюс 21 облачно, дождь. 6 сентября 18 градусов тепла, осадки в виде дождя. 7 сентября плюс 22 дождь. В Москве 5 сентября плюс 20 ясно. В Санкт-Петербурге 5 сентября 26 градусов тепла, облачно, дождь. 6 сентября 26 градусов тепла, ясно. 7 сентября плюс 25 ясно. Стоматологическая клиника на вагоностроительной 10. На этом все. Если вы стали свидетелями интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии был Максим Новиков. До встречи в городе. У каждого города своя история, самобытность и свои аптеки. Скажите, почему вы выбираете аптеку для бережливых? Эта аптека всегда рядом, где бы мы ни находились. И она каждый раз нас выручает? Заботьтесь друг о друге. Как аптека для бережливых заботится о вас. Продолжение следует...